Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю! В эфире Минск чрезвычайный, у микрофона Анастасия Гарбер. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Традиционно начну со статистики. С начала года на ликвидацию пожаров, загораний и прочих ЧАЭС столичные спасатели выезжали уже более 2600 раз. На пожарах погибли 7 человек, 26 пострадали. Около 200 человек работникам МЧС удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Далее о происшествиях минувшей недели подробнее. Минск чрезвычайный. В понедельник в полдень на улице Калиновского прямо на ходу загорелся микроавтобус Volkswagen. Находившиеся в нем люди поначалу пытались сами справиться с возгоранием, потом позвонили огнеборцам. Водитель сообщил диспетчеру об установленном в автомобиле газовом оборудовании, что усугубило ситуацию. Счет времени шел буквально на секунды. Диспетчер попросила людей отойти от машины на безопасное расстояние из-за угрозы взрыва. Оперативно прибывшим на место ЧП пожарным потребовалось около 9 минут для того, чтобы справиться с огнем. Известно, что возгорание произошло в моторном отсеке. А по какой причине, сейчас устанавливают специалисты. Также в этот день пожар случился в 12-этажном доме на улице Притыцкого. Загорелось имущество в одной из квартир на шестом этаже. 65-летняя хозяйка пыталась потушить пожар своими силами, но это не привело к ожидаемому результату. В панике она забыла номер 101 и позвонила на номер 115. В результате время было упущено на переадресацию. Огонь повредил вещи и мебель в комнате. Предположительно, виной всему стало короткое замыкание электропроводки. Установленный в квартире обогреватель был включен в розетку через удлинитель. Со слов хозяйки, именно с розетки началось загорание. Спасатели оперативно справились с огнем и никто не пострадал. МЧС напоминает, не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы. Не устанавливайте их вблизи сгораемых предметов и материалов. Категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки. Недопустимо также пользоваться неисправными электроприборами, самодельными или приборами с поврежденной изоляцией. Если загорание все же произошло, необходимо обесточить электроприбор и только после приступать к его тушению. Если вы не уверены в своих силах и безопасности при тушении, незамедлительно покиньте помещение и вызовите спасателей по телефону 101 или 112. Минск чрезвычайный. Во вторник ночью в столице горел магазин косметики и парфюмерии на улице Лыньково. Сообщение о задымлении поступило в начале первого. Когда на место вызова прибыли пожарные расчеты, по внешним признакам ничего не наблюдалось. Тем не менее, в ходе разведки выяснилось, что горела продукция на стеллажах и натяжной потолок. Несмотря на то, что магазин находится в жилом доме, эвакуация жильцов не потребовалась. В результате пожара никто не пострадал, но часть товара уничтожена, как и само помещение. Вероятная причина пожара – поджог. Пока неизвестно, кто мог приложить к этому руку. Середина недели прошла в городе относительно спокойно. Серьезных по своим последствиям происшествий не было зафиксировано. А вот в пятницу утром от рабочего, проводившего капитальный ремонт в девятиэтажке по улице Восточной, по номеру 101 поступило сообщение о сработке автономного пожарного извещателя и задымлении на этаже. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что в жилой комнате трехкомнатной квартиры горело кресло. Как было установлено позже, причиной пожара стал поджог, совершенный 73-летней хозяйкой. Известно, что женщина страдает психическим расстройством и даже состоит на учете в психиатрическом диспансере. К счастью, загорание было оперативно ликвидировано и никто не пострадал. Неосторожность ребенка – причина чипа в одном из торговых центров на проспекте победителей. В субботу днем очевидец сообщил спасателям о том, что пятилетнему ребенку требуется помощь. Его рука застряла в движущейся беступенчатой дорожке между первым и цукольным этажами. Работники МЧС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента освободили пальцы правой руки из-под резиновой накладки поручня. С подозрением на перелом мальчишка был госпитализирован, а после наложения гипса отпущен домой. В этот же день работники МЧС выехали на помощь еще одному ребенку. ЧП произошло на улице Авангардной. Суперклей подтвердил свои характеристики на 100%. Пальцы годовалой девочки так надежно приклеились к колпачку, что без помощи спасателей здесь не обошлось. Для освобождения руки им пришлось использовать подручные средства. В ходе спасательной операции малышка не пострадала. Думаю, что суперклей в этой семье в руки ребенка больше не попадет. Уважаемые родители, внимательнее следите за своими детьми, особенно малолетними, и по возможности рассказывайте им об опасностях, которые тают в себе, казалось бы, привычные нам вещи. Минск чрезвычайно. В воскресенье после полуночи по неустановленной пока причине на территории частного домовладения по улице Вильямса загорелись деревянные элементы и имущество в гараже на площади 24 квадратных метра. Оперативно прибывшие спасатели справились с огнем, никто не пострадал. Это все о происшествиях. В заключении хотелось бы напомнить, что в эти дни в республике продолжается профилактическая акция молодежь за безопасность. Минские школьники, активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных посещают домовладения инвалидов, ветеранов и многодетных семей. Они не только рассказывают о безопасности, но и оказывают шефскую помощь. Я же с вами прощаюсь. Соблюдайте правила безопасности и хорошего всем дня. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.